Всё время с оглядкой, чего там будет и когда долбанут. Ну, чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет! Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули, просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, всё затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнёрам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнениям, и сегодня. Потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не великие империи, а в небольшие государства. 60-80 миллионов человек. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, кто прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и неудовольствие граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что? Мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке, в Донбассе? Хорошо. Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я вот лично уговаривал Порошенко. Только не военные операции. Да, да. И начал. Результат. Окружение, потери. И минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственные возможные. Так проблема в чём? Не хотят исполнять. Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зелинский пришёл к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят нациков. А вы требуете от меня каких-то гарантий? Вы должны дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. Раз, два, три, четыре, пять. Пять волн расширенных. Так что, в чём они нас не понимают? Я не знаю. Вы спросите, что здесь непонятного. Мне кажется, всё понятно. Мы хотим обеспечить свою безопасность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.